Была такая осень, слякоть, это сейчас тут так все сказочно, красиво. А в тот момент так совсем не казалось, потому что здесь вот были такие заросли уже по сути леса, дом был еле виден. Герб, который сейчас у нас вот мы буквально неделю назад восстановили, после 100-летнего здесь отсутствия, его тут не было, такой старый лес железа наверху. Ну то есть это была такая печальная картина, да, и влюбиться в печальную картину достаточно трудно. В руинированном состоянии была усадьба, не было кровли, трещины в стенах, значит, нужно было противорийно все работы вести, а также подготовка всего проекта. Я постепенно, постепенно все больше и больше погружался и в историю этого места, в историю рода князей Куракина, кому предложала эта усадьба, в архитектуру этого дома оказалось, что архитектором главного дома был знаменитый зодчий Джак Макваренги. Шестнадцатый год идет с того момента, как мы здесь оказались, ну и сегодня это уже другое место, совсем другое место. Действительно ушли большие деньги, потому что, ну, всякий, кто связан со строительством, он понимает, вот все оказывается, все понимают, что это дом, парк, парковое обустройство, это не дешевое удовольствие. Когда ты начинаешь восстанавливать усадьбу и начинаешь уже вот в контексте усадебного восстановления интересоваться вопросами истории, времен правления, Петра, Екатерины, Павла, Александра Первого, Николая, ты вообще по-другому смотришь на эту историю. Ты вдруг понимаешь свою, как бы, погруженность в русскую историю, потому что, ну, находясь здесь, восстанавливать, ты сам становишься частью истории. Усадьба живет, развивается. Это, кстати, одна из таких особенностей усадьбы, усадебных проектов. Когда ты им занимаешься, он понимает, что он бесконечный, невозможно остановить, потому что все время масса мыслей, идей по ее совершенствованию и развитию. Мы не сразу, как бы, пришли к этой формуле, да, там, некого совмещения, такой частной жизни и публичной, а она действительно сейчас, усадьба живет такой двойной жизнью. Это и наш дом, семьи, но и усадьба всегда открыта для туристов и гостей. Ощущение помещика – это ощущение ответственности за все здесь происходящее, потому что ты отвечаешь за жизнь этой земли, да, и это непростая задача, да, потому что, так сказать, если ты перестанешь за это отвечать, она придет в ту же разруху, которой она тут была еще 15-16 лет назад. Это благодарное дело, то есть вот тот поток положительных, позитивных эмоций, которые мы с семьей получаем от этого места и от людей здесь приезжающих, они, ну, этим… это ничем не заменить. Вот я не знаю, что другое такое построенное могло бы приносить столько же положительных эмоций. Да, это требует отдачи, сил, времени, денег, но и оно приносит положительные эмоции.